Начнем с победного овертайма. Несколько меня удивило использование первой тройки целиком, так скажем, при игре 3 на 3. Алексей Юрьевич, несколько слов об этом, пожалуйста. Ну а что, в принципе, 3 на 3 игра. Защитник-то все-таки тоже как бы, вот формально как-то. Ну мы решили так. Ну вот я думаю, что здесь, в принципе, игра 3 на 3 это риски, правильно. Ну вот по-любому, что тройка, они могут создать, наверное, больше моментов и с ним пойдет защитник. Поэтому исходили из этого, но вот чуть не сработало, но хорошо было большинство, то есть ребята реализовали. И второй мой вопрос, он как раз идет из позавчерашнего вопроса. Андрей Локтенов вернулся на свое место, соответственно, к Цыплакову и Талалуеву. Это что-то из серии от добра-добра не ищут? Ну не, ну почему, вернулся Морозов, то есть ясно, что Ваня играет в тройке с Парядином и с Голдобиным. Ну вот, то есть, поэтому Андрей вернулся на свою позицию, где он играл. Если вы заметили пост, то уже во время игры там появился принц вместо Талалуева. То есть были перестановки во время игры в сочетаниях. Рома? Алексей Юрьевич. Да, я слышал, слышал. Да, слышал. Вернулся Морозов, как он сам признался, первые две смены, ну и выпадал. Насколько ему еще необходимо тренировок провести, сколько времени, чтобы в оптимальной кондиции... Да, я думаю, через игры все пойдет. Но все равно, вы прекрасно понимаете, когда пропускаешь игры, все равно ты тонус теряешь. И ясно, что как бы тренировочный процесс и игры, это все разные вещи. Поэтому я думаю, через игры он войдет, нормально все. Думаю, что в следующем матче он же будет намного лучше, поувереннее. А что еще по травмированным... По бурмистру? Ну по бурмистру, конечно. Готовится, то есть катается, посмотрим, когда будет готов, тогда и будет играть. То есть мы держим на контроле, и врачи следят за ним, поэтому как только будет готов, будет играть. Ну и последний вопрос про Покинул, он первую тренировку провел, вот как он сам сказал, вроде в кондициях... Ну посмотрим, еще раз, вот вы сами говорите даже про того же Морозова, правильно? Как бы чуть пропускаешь, и уже тонус теряешь. А здесь он еще не играл ни одной игры, поэтому я думаю, что ему надо несколько тренировок с командой провести. У нас была всего одна тренировка полностью. Поэтому посмотрим, как будет происходить его адаптация. Ну я правильно понял, что Кин наигрывается не в первую, не в стартовую... А я вам не скажу, где он сейчас наигрывается, он одну тренировку с нами провел. Как я вам скажу, где он наигрывается? Он не с Морозовым катался, насколько я понял. Ну это вы поняли, я сам еще не понял. Вы же больше понимаете, чем я. Я не готов пока ответить. Но он одну тренировку провел. После одной тренировки я не скажу вам, где он будет играть. Андрей. Андрей Сенченко, Риан Новости спорта. Алексей Юрьевич, многие отмечают при игре трактора, что в третьем периоде они отпускают немножко этот матч. Ну в смысле не конкретно сегодняшний, а в принципе игру. И сегодня мы увидели в принципе плюс-минус то же самое, потому что Спартак и по броскам, по воротам был лучше, и по времени в атаке был лучше. Вы вообще акцентировали на это внимание? Ну я знаете, я наверное скажу так больше по нашей команде. Я честно говоря не акцентировал, я по мне это очень хорошая команда, могу сказать так. Ну трактор. И в принципе они, ну такой нервозный, нервозная сегодня игра была очень. Туда-сюда. И в третьем периоде, я наверное скажу так, больше я попросил нашу команду добавить. Ну вот. И в движении, и во всех отношениях. Поэтому, может быть, со стороны выглядело, что мы как бы играли лучше в третьем периоде. Не знаю, но я еще раз говорю, в целом игра такая, она нервозная очень. В некоторых моментах я даже, наверное, сегодня, ну мы тренерами не узнавали нашу команду, потому что такие решения принимали, что, ну не свойственно для нашей игры. Сейчас еще будут вопросы не с целью критики, но как факт мы видим, что трактор, да, в принципе, такая серьезная команда. И у Николая Голдобина возникает проблема в играх именно с такими командами, что ЦСКА, СКА, Динамо, ну результативность его падала по сравнению с другими матчами. Вы, давайте начнем с того, что это не индивидуальный вид спорта. Ладно, у нас не теннис, а у нас команда. У нас выигрывает команда, проигрывает команда. А если вас не устраивает игра Голдобина, это ваша проблема. Меня она полностью устраивает, но вот в решающем моменте их тройка создала решающий гол. Начнем с этого. Конечно, он хочет забивать, но и мы хотим, чтобы он больше забивал. И я еще раз говорю, есть некоторые нюансы, просто у нас, наверное, с вами чуть-чуть разное видение, понимаете. Для меня самое главное, чтобы побеждала команда. Ясно, что у нас есть как бы лидеры, которые должны приносить результат. Но я бы не сказал, что я не могу понять, чем мне понравилась ваша, вернее, его игра в матч с ЦСКА. Я не говорю, что тебе не понравилось. Я отмечаю просто сам факт, что результативность... Ну в вашем понимании результативность, это что, что он должен забивать голы в каждом матче, а именно ЦСКА-СКА в матчах с топ-соперниками. Ну, а сколько мы игр сыграли? Десять игр. Еще же знаете, сколько много игр впереди? Давайте вы меня спросите после последней игры сезона. Я пойду. Мое отношение, как бы, что я вижу. Пока я вижу, что все нормально. Что-то получается, что-то не получается. Вот это я и хотел услышать. Ну, вот я вам отвечаю, что я считаю, что у него получается, что-то не получается. Все равно у нас, как бы, он играл чуть другую систему в тех клубах, где сейчас, как бы, идет какая-то адаптация. Плюс вы не забываете, что Морозов периодически убывал за эти десять игр. Вот, поэтому я думаю, что все нормально у меня будет. Алексей Юрьевич, продолжение вопроса про Голдобина. Ваши ответы я правильно? Вот у вас понял мысль, что... Наверное, правильно. Нет, правильно ли я понял вашу мысль, что Голдобин может даже не совершать какие-то реализативные действия, но он, как минимум, отвлекает на себя внимание... Ну, во-первых, давайте начнем с того... Ну, конечно, когда ты выходишь, и у тебя там... Ты лидируешь в списке бомбардиров, правильно? К тебе всегда будет повышенное внимание, особенно, когда ты играешь против топ-клубов. Ясно, что, в первую очередь, всегда стараются нейтрализовать ведущих игроков. Это так делают все команды. Поэтому ясно, что, когда выходят эти игроки, против них стараются выпустить звенья, которые будут сдерживать их. Но здесь тоже много нюансов. Поэтому я еще раз говорю, я считаю, что он как бы движется, все нормально, у нас нет никаких претензий к нему по самодаче, по всему. Бывает матч, что получается, бывает, что не получается. Я вот, например, по сегодняшней игре я не могу сказать, что у нас все получалось. Нет. И игроки об этом знают, и они это понимают прекрасно. Но еще много игр впереди. У нас есть как бы... У нас очень много материала, чтобы работать еще над всем. Спасибо. Рома. Блок Роман с хоккеем. Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда получили большинство в овертайме, держали ли в голове опцию снять вратаря и 5 на 3 играть? Ну, не с этими игроками. Я понял, про что заменить вратаря и играть 5 на 3. Но я думаю, такие игроки должны 4 на 3 решать. Что они, в принципе, и сделали. И еще один вопрос про овертайм. Может быть, это только мое такое впечатление было от Бортика. Но показалось, что вот первые 3-4 минуты трактор прям волнами все время владел шайбой. И как вот вы оцениваете игру своей команды именно в овертайме? Насколько много внимания уделяете этому аспекту? Ну, мы пока не уделяли. Но, могу сказать честно, настолько много внимания. Игры 3 на 3. У нас больше проблем, наверное, 5 на 5. Ну, вот, поэтому, честно, пока не уделяли. Ну, вот, мы смотрели несколько. У нас были, ну, ясно, когда эти товарищеские матчи в предсезонке. Там игра 3 на 3, но здесь совсем чуть другой формат. Это уже регулярка, и понятно, кто выигрывает. Получает 2 очка. Поэтому здесь, конечно, чуть другая ответственность. Ну, будем работать. То есть у нас, как я сказал до этого, есть над чем работать. Ну, вы согласны, да, что вот они так прям владели шайбой много? Обратили на это внимание? Ну, владеть-то можно шайбой. Есть 2 вещи. Владеть шайбой, чтобы убить время. А есть владеть шайбой, чтобы угрожать. Правильно? Ну, может быть, владели, но я бы не видел, чтобы там какая-то угроза была. Коллеги, больше нет вопросов. Все, всем спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok